В Главном управлении МВД России по Саратовской области подведены итоги оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере миграции. В масштабных мероприятиях задействовалось более 300 сотрудников службы подразделений полиции. Также принимали участие представители УФСБ, прокуратуры Следственного комитета, военного следственного отдела Следственного комитета по Саратовскому гарнизону и работники районных военкоматов. За период проведения рейдовых мероприятий полицейскими выявлено 637 правонарушений в сфере миграции, из которых 454 нарушения порядка пребывания иностранных граждан на территории России, 59 нарушений порядка осуществления трудовой деятельности иностранцами и 124 нарушения паспорта регистрационных правил, допущенных гражданами Российской Федерации. Также на территории Саратовской области в ходе проведенных мероприятий выявлено более 30 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан в отношении лиц, предоставивших жилые помещения, возбуждены уголовные дела. Напоминаем, что санкция статьи 322 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы. В Саратове в ходе проверки производственных предприятий и торговых объектов полицейскими выявлено 11 иностранных граждан, осуществлявших незаконную трудовую деятельность. По ранее выявленным нарушениям миграционного законодательства на территории строительных объектов в городе Энгельсе на индивидуального предпринимателя наложен штраф в сумме более 1 миллиона 750 тысяч рублей. Также материалы проверки по итогам рейдовых мероприятий на территории строящегося логистического центра в Ленинском районе Саратова направлены в районный суд для рассмотрения по существу. Работа в данном направлении будет продолжена.